Он служил в погранвойсках, учился в литературном институте, работал корреспондентом газеты «Агинская правда», машинистом на нефтеперегонной установке, бойцом пожарной части. В литературном мире Александр Гордеев дебютировал в 1981. Каждый год он подводит итоги. 2015-й отметился пятью пьесами, двумя премьерами и 47-дневным голоданием. В этом году член Союза писателей России отметит свое 60-летие. Вопросам здоровья он уделяет немало внимания и даже работает над своей теорией, которой планирует поделиться с читателями, но это тема для отдельного разговора. Что касается двух театральных премьер, одна из них состоялась в Забайкальском краевом драматическом театре «Спектакль на том стоим». Пьеса была написана по мотивам рассказов и новелл забайкальского писателя Бориса Макарова. С предложением написать еще одну пьесу для театра к Александру Гордееву обратилась Надежда Павленко, «Мама нашего земляка, актера театра и кино». Дмитрий Павленко вместе с супругой Натальей Селиверстовой долгое время искали пьесу для спектакля на двоих. У меня была какая-то заготовка, я хотел пьесу написать о любви. Она называлась у меня так «Вычерная любовь земная и небесная», тоже как бы с небесами, с землей и так далее была связана. И она лежала у меня, наверное, лет 10 уже. А тут я смотрю, я так мысленно просто материал взял, перекинул на пьесу, вот что может получиться. И как-то все сразу сложилось. Премьера спектакля «Ты и я» состоялась в Московском драматическом театре имени Марии Ермоловой 10 ноября 2015-го. Это история двух половинок произведения о вечной любви. Автор не стал останавливаться на том, что люди встретились и поженились, а захотел описать, что дальше происходит в их жизни. Они живут хорошо, замечательно, у них невероятное, потрясающее понимание друг друга, которого реально почти не бывает. Но ситуация-то фантастическая. Я, когда писал эту пьесу, я там даже написал, что это как бы какой-то психотренинг даже. То есть как друг к другу относиться нужно, как понимать друг друга и так далее. Пектакль о любви, о мужчине и женщине, о том, что можно запланировать встречу на земле, еще будучи на небесах, и о том, что мужчина и женщина – это единое, целое, и как найти потом на земле свою половинку, не запутать. Тебе страшно, Надежда? Это ничего. В смерти много поэзии. Осенью мы лишь грустим об ушедшем лете. Но не плачем, не страдаем. Мне не страшно. Я просто немного волнуюсь. Мне ведь в этой жизни как-то еще не приходилось умирать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok